Международная поддержка. Очередной груз с гуманитарной помощью доставили в Алматинскую область. Пять аппаратов искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты передали из Турции и Узбекистана. Общий вес товаров более трех тонн. Их уже отправили по больницам Талдукургана и близлежащих районов. Охот их распределения проверила региональная антикоррупционная служба. Напомним, ранее в Алматинскую область были доставлены медикаменты, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты из Арабских Эмиратов, Китая, России и Катара. На все товары у нас волонтерской направлением будут проставлять соответствующие печати, что это гуманитарная помощь, она продаже не подлежит. В то же время хочу сказать, что сейчас в Управлении здравоохранения эти товары будут распределяться по накладным в районы нашей больницы, а также в областную больницу. Продолжаем выпуск. Туристам на Кульсайских озерах бесплатно раздавали медицинские маски. Также сутановцами и волонтерами Алматинской области роздано свыше тысячи средств индивидуальной защиты. Пропаганда санитарных требований и защита общественного здоровья – основная задача организаторов. Помимо раздачи масок, отдыхающим разъясняли требования санитарных врачей по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Отметим, с сегодняшнего дня Кульсайские озера будут закрыты для посещения туристами до 2 августа текущего года. Отдыхающих на Кульсай немало, достаточно там и тех, кто пренебрегает правилами безопасности, установленными нормами. Поэтому мы призываем любителей активного отдыха носить медицинские маски и придерживаться социальной дистанции. Подобные акции мы планируем провести в местах отдыха Исык и Тургень. Так как там тоже всегда много отдыхающих. Борьба за выживание. Предприятия общественного питания переходят на альтернативные методы продолжения деятельности. Их много. Наши корреспонденты узнали, каким именно отдают предпочтение рестораторы Талды Кургана. Карантин, запреты на банкеты. И как следствие, крупные рестораны прекратили работу. Однако деятельность всей сферы общественного питания остановить полностью невозможно. Даже в период пандемии. Потому небольшие кафе и рестораны продолжать работу будут. Но при условии строгого соблюдения санитарных норм. На начальном этапе выход с положения, то есть находили таким образом. Занимались, принимали онлайн заказы, занимались доставкой. Но в любом случае, тот объем, который был ранее при посещении кафе и ресторанов, его сейчас в любом случае нет. То есть идут большие потери в этом направлении. Некоторые наши предприниматели делают переоборудование своих рабочих мест. И если улица, то есть площадка перед их кафе и ресторанами позволяет, то есть открывают летники. Палата предпринимателей совместно с ответственными государственными структурами неустанно ищет новые пути поддержки представителей ресторанного бизнеса. Но пока ситуация с вирусной пандемией продолжает угрожать жизни и здоровью населения, минимизировать угрозу заражения и обеспечить возможность избежания массового скопления людей, приоритетная задача. Потому большинство рестораторов стали использовать современные средства видеофиксации и пребывания посетителей в зал. Если общепит будет согласно правилам, под видеоконтролем, готовность это есть. У нас есть ассоциация НОРЭКО, всеказахстанская. Они уже дали согласие, предложение по решению этих проблем. Как сделать так, чтобы ни СЭС, ни ЧАЭС никто не переживал, что там нарушаются какие-то саннормы или еще что-либо. Мы хотим все-таки доказать и себе, и другим, что общепит – это не источник опасности. Основное число бизнес-формирований в период пандемии потеряло доходы и даже оказалось в минусе. Учитывая это, навстречу предпринимателям идет и государство, вводя налоговые преференции и, по возможности, снижая процентные ставки и аннулируя пени по кредитам. Рустам Аралбаев, Иржан Дюсен, Телеканал «ЖИЦУ». В Индонезийском Купанге на берег выбросило 23-метрового синего кита. Причина гибели осталась неизвестной. Прежде чем местные специалисты сумели приступить к осмотру млекопитающего, его тушу вновь смыло в море. Два года назад в Индонезии также был найден мертвый кит. В его желудке обнаружили около сотни пластиковых стаканчиков. По заявлению экологов, проблема загрязнения океанов особенно остро стоит в Юго-Восточной Азии. Синие киты – крупнейшие из существующих животных. Их вес может достигать 200 тонн, а длина – 33 метров. В токийском аквариуме «Саншайн» открылся новый бассейн для медуз. Удивительным панорамным видом можно полюбоваться, только заранее купив билет на определенный день и время. На фоне распространения коронавируса руководство аквариума стремится избежать большого скопления людей для нераспространения коронавируса. Всего в Японии к настоящему моменту зафиксировано 25,5 тысяч случаев заражения COVID-19. Тысячи французов приняли участие в большой арт-прогулке среди пейзажей массива «Дебош». Из-за пандемии коронавируса акция покинула привычные улицы Анси. Поразмышлять на высоте 1700 метров над уровнем моря на традиционную тему мероприятия «Организация как фактор нарушения экологического равновесия» публика оказалась не прочь. Четыре километра трасс для беговых лыж обливовали около сотни художников, музыкантов, хореографов и артистов цирка. Всего в бесплатном перформанс-марафоне в этом году приняли участие около 10 тысяч зрителей. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова